Доклад у меня будет сегодня немножко более, может быть, такой лирический, чем технический, но расскажу вам про литовскую центральную систему, как она строилась, что мы там видели, что мы там пережили. И в течение доклада постараюсь вам раскрыть, что же такое, что за название такое, почему FIRE, что это вообще такое. Кто я такой вообще? Нортал я покинул пару лет назад. Сейчас работаю в компании под названием Plumber, занимаемся мониторингом. А в Нортале я имел такую клевую должность под названием System Architect. Когда я уходил, директор пошутил, сказал, что как же ты скажешь маме, что ты был архитектором, и теперь пошел к обычным софтвер-девелоперам. Но сейчас не об этом, значит, что же такое вообще центральная система, или NHS, как ее называют еще. То есть это National Health Service. В Эстонии мы все знаем ее под названием Digilug. И, в общем-то, как бы задумано для того, чтобы туда скапливалась информация о различных диагнозах, посещениях больниц, в ходе лечения, различных документов, аллергии и так далее, которые в течение жизни пациента как бы накапливаются. И тут бы я хотел спросить, кто последний раз видел бумажную версию направления к врачу? Пользуются еще, что ли? У нас есть еще какие-то моменты. Вот. То есть зачем это все нужно? То есть, по сути, люди движутся между городами, между странами даже, и нужно обеспечить общий доступ к истории болезни. Соответственно, как бы центральная система – это такое хранилище, где скапливаются все эти общие данные об истории болезни, и к ним можно получить доступ в любой момент. Также, в основном, такие системы еще используются для того, чтобы собирать различные статистические данные, чтобы потом делать какой-то анализ. Например, определить, какие конкретные болезни, может быть, превалируют где-то в каком-то регионе, и, соответственно, сделать какие-то выводы, сделать, может быть, какое-то профилактическое лечение или еще что-то в таком духе. Также отслеживать какие-то очаги эпидемии, если они вдруг там произошли, то есть сразу видно, с какого региона они пошли, откуда, с какого города. Соответственно, скорая помощь может пользоваться такой системой для того, чтобы, как тут уже упоминалось, достать какие-то критичные данные. То есть элементарно диагнозы какие-то, аллергии, которые есть у пациента, если там вдруг случилось что-то, чтобы быстро, мгновенно можно было среагировать. А также в Эстонии уже запустился вроде бы проект под названием EPSOS для обмена международными данными внутри Европейского Союза. То есть в теории можно запросить какие-то из тех стран, которые подсоединились, и есть какие-то данные собираются, в теории можно запросить какие-то данные о том, что ты делал, например, в Германии, какое лечение ты получал. Это как бы, так скажем, в целом, что из себя представляет вообще центральная система национальная. Вот. И нам посчастливилось участвовать в разработке такой системы для такого государства, как Литва. Вот. И для того, чтобы понять, что вообще там с нами происходило и что случилось, я немножко расскажу предысторию. Как это все начиналось. Вот. Как бы приблизительная, так скажем, картина, в каком, что нас ждало там, для того, чтобы вы поняли, почему мы некоторые решения вообще такие принимали, зачем мы такие решения принимали. Вот. И что же нас ждало? Значит, нас ждал проект, у которого был дедлайн полтора года. Полтора года это все делалось за европейские деньги, то есть там Литва таки выиграла какой-то там, то есть европейский проект для того, чтобы проспансировать развитие национальной системы. И вот быстренько решили сделать какой-то анализ, быстренько задевелопить что-то. Вот. Что же, что там как бы внутри этого проекта было? То есть нужно было сделать центральную такую интеграционную систему в хранилище, куда все как бы данные собираются. Вот. Но кроме этого нужно было сделать еще, как тут вот спрашивали, можно ли такое как бы что-нибудь центральное. Вот, пожалуйста, в Литве, например, они захотели сделать портал для докторов центральный и портал для пациентов. То есть это как бы такой бонус был. Вот. Что еще в этом проекте было такого интересного? То, что там был не один разработчик, там было несколько фирм. Конкретнее их было три. Кроме нас еще две фирмы, которые занимались немножко другой спецификой, которую я тоже позже скажу. Вот. По сути, как вы видите, срок вообще как бы, ну, смешной. Полтора года. То есть как бы написать систему. Но поскольку у нас был как бы такой бэкграунд уже, багаж, во-вторых, там у нас много людей, которые участвовали в помощи и разработке эстонской центральной системы, то у нас как бы были какие-то знания, и мы понимали, как вообще такие процессы нужно монаджить, и как их воплощать в жизнь. Вот. Для того, чтобы более-менее понимать, с чем мы имеем дело, у нас были такие исходные данные. То есть население в Литве где-то около трех миллионов человек. Больниц где-то около 150, но как бы из них крупных больниц намного меньше. Там, я не знаю, порядка, наверное, 10-15, которые очень большие такие. Вот. Врачей около 12 тысяч. Но тут как бы такая цифра немножко, может, не точная, потому что там всякие миграции, как обычно. Вот. Плюс еще как бы медицинский персонал, кто из них является врачами, кто не является врачами. Вот. Ну и самое интересное, это то, что заказчик был регистру Центрос по-литовски, это центр регистров. Вот. Это вообще такая организация, немножко странная такая, страна в стране. Вот. Она такая полугосударственная, получастная фирма непонятная, в которой владела всеми регистрами страны вообще. То есть как бы там адреса, коды пациентов, там, не пациентов, а людей, которые проживали, там, какие-то другие регистры, которые вообще могут быть, да. То есть все, всеми этими регистрами заведовала одна организация. И, соответственно, они как бы брали деньги за то, что использовались эти регистры, и как бы неплохо вроде жили. И тут как бы подфартило. Тут еще им, короче, этот проект отдали делать. Вот. И они как бы счастливые думают, сейчас мы еще и медицинских данных наберем, и их продавать будем. Ну, это было наше мнение, как это все выглядело. Вот. На самом деле, как бы, когда мы участвовали в тендере, вся документация была на литовском. Вот. И понятно, что как бы мы получали информацию от наших литовских коллег. Вот. И она как-то немножко такая, испорченный перевод, так скажем, трудности перевода. То есть вот вроде надо вот это сделать, вроде вот это надо сделать, вроде вот это надо сделать. Ну, думаю, так что, сделаем нормально, все вроде там, все хорошо. Но вот когда мы поехали на первое собрание в центр регистров, у нас вот с Игорем было вот такое вот приблизительно лицо. Типа, что вообще? Как бы мы узнали тут реальный скоб проекта, что нужно было сделать. И мы поняли, что в Эстонии даже меньше скоб проекта, чем этот, который нам нужно было реализовать, делали 7 лет. Вот. И в Эстонии это еще и сам процесс был как бы продуман лучше в том плане, что изначально была создана организация под названием Этервис, которая отвечала за вот все это. То есть, соответственно, организация, в которой были аналитики, был архитектор, был кто-то такой управляющим проектом, который координировал все это. Соответственно, плюс еще и подход в Эстонии был более итеративный. То есть, не было такого, что нам нужна центральная система, и давайте мы все туда сыпать данные. В Эстонии все-таки это было все степ-бай-степ. То есть, создавались какие-то первоначальные регистры, в которые данные посылались. То есть, допустим, тот же ИХЛ у нас изначально посылал, не знаю, 40% данных каких-то. Потом в конечном итоге мы выросли до того, что мы смогли все данные посылать и так далее. То есть, это все как бы так постепенно было. И тут мы посмотрели на весь этот скоб и поняли с Игорем, что тут как бы не только техническое нужно решение. Тут нужно больше. Тут нужно поработать с людьми, объяснить им, что это такое вообще центральная система. Потому что у нас было ощущение, что они работали реально только с регистрами. Они медицинских систем никогда в жизни не видели. Это так и было, в принципе. И мы за всю нашу как бы там работу, в принципе, работали на две стороны. На технической стороной, на тем, чтобы людям вообще объяснить, как нужно строить такие системы. Вот. И если мы говорим о тендере, то как бы основные вещи, которые там были, это база Oracle, портал они хотели на LifeRay, и обмен сообщениями на тогда как бы модном стандарте HL7 version 3+. Почему плюс, я еще и потом расскажу. Это такие базовые вещи, которые требовались для того, чтобы это все построить. И там были объяснения. Скорее всего, их компетенция была больше в этих областях, как бы лучше, и поэтому они как бы это выбрали. Вот. Ну, а что нужно делать, когда выигрываешь тендер первым делом? Разум. Наболи я печально. Искать подрядчик. Неправильный ответ. Правильный ответ – поменяй тендер. Ну, блин, ну, нормально же. Как бы выиграл тендер, давайте что-нибудь переделаем. Ну, это как бы никуда не годится, что это вообще за это самое. И потом у нас начинается период батлов. Вот в такой комнате происходило все. Вот. Я там отвечал за нижний брейк, Игорь за верхний брейк. Вот. Но выглядело это приблизительно так, что сначала мы начали разговаривать по базе данных. Когда мы людям объяснили, что как бы инсталляция, которые они хотят, чтобы она была как бы такой надежной, и все. То есть это Active Data Guard и RAC в случае Oracle. Если кто знает, знаете, сколько стоит приблизительно такая инсталляция? Вот тут Игорь мне подсказал, что где-то 1,2 миллиона евро саппорта еще плюс, я не помню, там проценты какие-то, да, были там 22% еще в год, да? 22% в год еще за саппорт этот. Нам так центр регистрации говорит, ну у нас денег нет, ну вы держитесь, ребята, мы не знаем, что делать вообще. А может вы на Standard Edition все запустите? Но мы так с Игорем говорим, мы что-то вообще отвечать на Standard Edition не хотим, если вы хотите там репликации, туда-сюда, все, чтобы хорошо было, какой там Standard Edition, о чем вы говорите? Но мы на самом деле предлагали взять Postgre, тем более, что мы понимали, что там могут быть очень хорошие выигрыши при работе с документами. Единственное, что у нас не было такого хорошего опыта для того, чтобы сделать такую же инсталляцию на Postgre, чтобы она такая же была как бы доступная. И тут нам, мы сказали, что нам потребуется немножко времени для того, чтобы это все протестировать и вам предложить, но в конечном итоге они отказались, и причина была очень банальная, они являлись теми, кто будет администрировать все это дело. И у них не было ни одного администратора, который бы это мог. То есть, соответственно, они не хотели на это идти, они сказали, что у нас вообще все регистры все на уроке бегает, и как бы нас это удовлетворяет, и мы хотим идти дальше на нем. Но в конечном итоге мы как бы им сказали, что, ребят, мы как бы на Standard точно не пойдем. Это долго очень длилось, как бы такие очень странные собрания, то есть они понимали, что в принципе без этого им никак не поднять такую систему, и в то же время понимали, что как бы они не хотят пойти на уступки какие-то. И в конечном итоге мы все-таки их уломали на то, что там точно будет Active Data Guard, но не смогли на Postgre их пересадить. Поэтому ничья, что мы чуть-чуть победили, все-таки они там остались присваиваем немножко. Самое интересное началось в январе. Началось оно потому, что мы тут в конце ноября наткнулись на то, что появилась инфа о том, что выходит новый медицинский стандарт, и его там ребята какие-то интересные такие разрабатывают. И на самом деле такой немножко дежавю был, потому что когда в Эстонии DigiLug запускалась, и вот там Игорь, например, еще один коллега бывший работали над этим стандартом, они как раз, потому что там version 3 как раз тоже там все запускалось, что-то все на этом как бы вертелось. И тут такие думают, ну давай посмотрим, что за стандарт. Мы как бы взглянули на стандарт и поняли, что блин, это вообще короче, мы влюбились просто реально. То есть блин, как можно, вот реально сделали для людей как бы наконец-то что-то. И мы понимаем преимущество стандарта, простота, расширяемость, как бы это все, ну как бы настолько все там продумано, как бы хорошо, это вообще должно нас спасти просто в этом проекте. Потому что там как бы полтора года только, если мы будем еще стандартом заниматься год из этого всего времени, а тут уже вообще в этом стандарте все так секси круто берем. Ну и короче, проблема-то в том, что в тендере все прописано, они там еще денег Эрнстон Янгом заплатили, чтобы они какой-то анализ там сделали, еще что-то. Думают, что делать вообще? У нас короче спасло то, что вот я говорил, там плюсик такой был, version 3 плюсик. Вот. Мы в конечном итоге убедились, что это более новая версия. Вот. И там была куча таких дискуссий и доказательств, что стандарт хороший, мы можем его взять. Вот. И в конечном итоге мы как бы показали все эти его преимущества, и они понимали это тоже, что это как бы круто, и это новое, как бы, и нужно что-то с этим делать. И в конечном итоге мы взяли этот стандарт, мы этот батл выиграли, и это была самая большая, наверное, победа. Потом, в феврале, мы там снова поехали в Литву за новой битвой. Есть кто-то, кто на Лайфрейе тут разрабатывал или что-то делал? Ну вот, да, у нас там шутка такая есть, что на Лайфрейе как бы разрабатывал, тот в цирке не смеется. На самом деле, у меня тоже опыт был в двух проектах на Лайфрейе. Один из них, вот там уже портал пациентов показывали, там такая гремучая смесь вообще Лайфрейя с Ваденом. Лайфрей нам как бы пропихнули, так скажем, Ваден мы взяли, потому что он в Лайфрейе как-то в стандартном пакете был. Мы думаем, вообще круто. Берем Ваден, быстро сейчас накидаем этот портал, потом нам говорят, а давайте еще CSS сюда накиньте. Мы так дизайнер говорим, CSS накинем, только посмотрел, говорит, ребят, вы что, как туда вообще CSS можно накинуть? Ну и короче, да, не делайте так никогда. Потом я еще там в теле на самом деле немножко работал с Лайфрейем и честно скажу, что, блин, там вообще так неэффективно и долго девелопить, что это ужас какой-то. И что мы предложили вообще на самом деле? Мы предложили простую банальную вещь, ну хотите Лайфрей, мы вам оставим Лайфрей. То есть мы им на самом деле оставили Лайфрей, потому что, ну вот где-то у вас там прописано, вы может отчитываться будете, но только для публичного сайта пользуйте его, просто вот туда новости всякие, там что там вам еще надо, всякие форумы, там вот сделайте туда, документацию положите какую-то и все. А мы вам портал на обычном приложении сделаем, еще и на ангуляре, новенький, и с респонсив дизайном вообще все, под мобильник будет работать. Хотите? Ну, ребята так посмотрели наш пример, там показали, сказали, вообще круто, давайте. Ну, как бы, так скажем, что этот батл мы тоже выиграли. То есть в конечном итоге поехали мы еще в Литву, уже в марте. Промежутки мы кодили, мы когда приезжали и делали вот эти всякие батлы, мы на самом деле показывали уже какие-то proof of concept и решений, которые, ну как бы приложение уже, которое там бегало и что-то делало. Но основная проблема с подписью документов, когда едешь в другую страну, думаешь, вообще там все клево, так же как в Эстонии, документы подписываются вообще вот так, кнопочку нажал, там все клево. Да нифига там не так. Как бы приехали, говорим, что у вас там, как у вас с подписью дела? Да есть у нас электронная подпись, все мобильниками подписывают. Ну, а как подписывают? Да там апплет такой открывается, короче, полтора часа ждешь, пока он там загрузится. Потом, короче, подписал, там вообще круто все. но мы как бы так посмотрели на все это дело и говорим, а как вообще подписывать, как вы хотите эти документы подписывать? А мы хотим, чтобы врач как бы все документы сам подписывал, вот вообще все документы. То есть для примера я вам скажу, что в Эстонии, во-первых, не документы подписываются, не ПДФки, которые вот на экране там показываются, а подписываются сами сообщения, систему, которая отправляется. Во-вторых, они подписываются не врачом, а подписываются организацией, потому что у нас, слава богу, есть Этервис, который может работать и с государством в то же время, и, соответственно, пробиваются какие-то решения все-таки и упрощаются. Если взять наше решение, то там стоят флеш-карточки какие-то, которые это все подпись делают. У нас есть отдельные микросервисы для этого, которые это делают. Каждые полгода эти флешки меняют, только успевают, потому что они реально физически ломаются. Там мы как бы просто-напросто пытались показать им, что это можно сделать быстрее. Мы даже в какую-то из ночей перед собранием запустили Sainvise, сделали такую подпись Proof of Concept для этого. Но Sainvise – это как бы эстонская компания, которая делает подписи. Это было платное решение, и закон было сложно поменять, поэтому мы там договорились о том, что мы упростим сам процесс и будем подписывать документы каким-то батчем, чтобы врачам не ждать так много времени. Но здесь можно сказать, что да, ну как бы так, соу-соу. Чем это все кончилось, на самом деле, на последнем собрании. Там зашел один интересный человек, мы только с Игорем поглянулись, думали, Путин что ли зашел. Кончилось все тем, что на следующий день нам литовские коллеги сообщили, что мы как бы персоны Натграда, нас больше как бы не пускали на собрание. Но только, слава богу, на собрание не пускали. Мы, на самом деле, то, что нам надо было, основное пробили, подписи получили. Что тогда делать? Ну, думаем, напиться надо, что делать еще вообще. На самом деле, такая двоякая картинка. Мы поняли, что Bingomo выиграли в стандарте. Я вам немножко про него расскажу. Стандарт называется Fire. Он, типа, быстрый, медицинский, он, типа, совместимый такой, все ресурсы там клевые в нем. Он объединяет вообще лучшие фичи предыдущих стандартов. И плюс ко всему, он не только описывает само сообщение, он еще и описывает RESTful сервисы, архитектуру. То есть он полностью описывает общение между сервером и клиентом. Он еще плюс модулярен. У него есть основное понятие такое, как ресурс. Ресурс – это, например, организация, пациент, диагноз какой-то, еще что-то. И вот эти ресурсы, их можно компоновать как-то и составлять какие-то документы. Это как бы добавляет ему такую гибкость и позволяет делать вообще все, что хочешь. Для примера вам покажу, что такой вот, это пример стандарта предыдущего, version 3. Version 3 – это еще более-менее, скажем так. Как бы вы видите, там куча всяких процессинг-кодов, какие-то accept-коды, еще какие-то, куча какой-то ерунды всякой, которая такая, там, сообщение присутствует, которая была, мне, допустим, достаточно сложна для понимания. У нас, слава богу, как Антон говорил, был человек, который интеграцией занимался, вот он эти все вещи посылал в таком формате. Я за 11 лет работы там как бы ни разу туда не лез вообще, и как бы не хотел в этом разбираться. Вот, и у нас даже байка такая была, что хочешь избавиться от девелопера, посади его туда в интеграцию. Ну, короче, все. И я туда как бы не лез в эту разработку. Приведу вам пример вот нового сообщения. Видите, уже как бы JSON-формат такой. Он реально простой как бы. Он реально простой для понимания. Там еще есть много всяких преимуществ. Вот, но он как бы, кроме того, что он, он и в XML можно его описать, но у него как бы дефолтовый такой формат, это JSON. Вот, уже были как бы библиотеки на Java написаны для этого в тот момент. Мне как бы пару часов взяло для того, чтобы разобраться в основных принципах. Вот, плюс еще там несколько дней мы с Игорем просто разбирали всю концепцию и поняли буквально там за реально несколько дней весь как бы стандарт, как он описывает и что он там умеет. Вот, немножко расскажу еще вам о RESTful, о архитектуре, что у него было как бы так, так скажем, в описании. То есть, вот основа как бы стандарта. То есть, есть как бы какой-то get, post или put, запрос. Потом как бы сервер, тип сообщения. Потом логический идентификатор. Версии, идентификатор версии. То есть, по сути, ресурсы еще и версионировались. Соответственно, можно было взять какого-то версию там пациента, давнишнюю там какую-то. Вот, соответственно, выдать еще и формат какое-то сообщение, какой он там был. JSON, XML, там еще какие-то сейчас уже стандарты поддерживаются, форматы. А также дополнительные параметры для поиска, для различных поисков. И эти параметры тоже были все описаны в стандарте. То есть, что можно искать, по каким параметрам, с какими констрейтами. То есть, очень все как бы круто было. И мы понимали, что вот, допустим, пример этого ресурса какого-то с описаниями со всякими. И там уже видно, что сразу есть и XML, и JSON примеры. Там как бы все уже есть в этом. Мы поняли, что здесь мы как бы выиграем очень много. Соответственно, мы еще и подружились, на самом деле, с архитекторами стандарта. Мы ездили в Амстердам и начали, поскольку мы... Да, ключевая фраза. Мы как бы со своим фидбэком уже и с вопросами как бы поехали туда, поговорили там с архитекторами. Спросили, как бы правильнее там использовать, где там что, какие нюансы, еще что-то. Мы реально помогали в развитии этого стандарта и держали руку на пульсе. Всегда какая-то свежая информация у нас была для того, чтобы это делать. Там на заднем фоне три человека посередине, это главная, которая за это отвечает. А тут еще немножко поговорим, как бы на чем мы это все построили и с чего, каких костылей наворотили вообще. То есть это основная как бы картина системы, так скажем, концептуальная, большая. То есть тут есть интервьюционная платформа. В нее мы взяли JBoss Fuse. Такой контейнер с поддержкой OSGI архитектуры. OSGI это такая фреймворка для того, чтобы писать модульные приложения. Поскольку мы понимали, что это интеграционная система, тут нужны будут модули. Мы знали, что у нас были сторонние партнеры. Мы как бы решили сразу. У нас был опыт небольшой с OSGI. Мы решили попробовать здесь использовать это. Потом у нас была база Oracle, как говорили уже. Потом, значит, как вы видите, там было два портала, которые нужно было тоже писать. Они были написаны на ангуляре первой версии. Другие системы, как, например, больничные системы и аптекарские системы, которые выписывали рецепты, они тоже ходили в эту дирекционную платформу. Соответственно, отправляли туда сообщения о различном лечении или рецептах. Значит, там еще были какие-то внешние системы, с которыми нужно было интегрироваться, соответственно, там какие-то полицейские и так далее. То есть куча всего. Регистры те же, которые выдавали какие-то коды и так далее. То есть с ними нужно было какую-то интеграцию иметь. Вот. Значит, какие мы задачи перед собой поставили? Нам нужно было сделать надежную, доступную систему, безопасную. Ну, то есть, так скажем, все основные вещи, которые как бы логичные для того, чтобы такую большую систему запустить. Вот. Еще одна из таких концептуальных вещей – это было версионирование. То есть нам нужно было… Мы понимали, что как бы система большая, нужно было ее поддерживать и старые какие-то версии, и более новые версии. И это должно быть в концепции уже как-то заложено. Вот. Также мы понимали, что нам нужно было с другими фирмами работать, и нам нужно было оптимизировать это. Надежность и доступность. Мы просто набрали девочек, и все, короче, пошло хорошо. Это был наш план. Это, как я уже говорил, у нас был Oracle с ActiveDataGuard. ActiveDataGuard позволяет делать репликацию в онлайн-режиме. Вот. Соответственно, был продуман план бэкапов этого базы данных. Также JBossFuse позволял все это запустить в кластере. То есть, если нам нужно было дополнительные мощности, это можно было всегда сделать. Но тут, как бы, понятно, что боттлнеком всегда является база в основном, и тут, как бы, так скажем, были какие-то оптимизации именно в этой, должны были происходить именно в этой стороне. Также, соответственно, понятно, что нужен был аудит, и это тоже было как бы решено. Отчасти, опять же, за счет Fire, потому что там очень хорошо это тоже все было описано, как делать аудит конкретно медицинских вещей. Вот. Ну и понятно, что система должна быть с безопасным доступом. В этом смысле тоже, может быть, более без изысков каких-то таких больших. Мы использовали ауд-библиотеку с дигитальными сертификатами. Если кто под Галинком когда-то разрабатывал, под Галинк делал, то, то есть, аналогичное такое решение, когда берется сообщение какое-то, тем более у нас этот REST, пол-архитектура была со всеми параметрами какими-то и подписывается сертификатом организации. Тут еще хорошо было то, что сертификаты эти ищел сам центр регистров. Вообще было круто. То есть, они как бы сказали, что мы эту работу на себя возьмем, вы там как бы делайте все остальное. Вот. Логика авторизации была очень сложной. На самом деле, я знаю, что она сейчас является боттлнеком каким-то, ее пытаются там оптимизировать и сделать что-то, потому что, как бы, в такой сложной системе, вы понимаете, там нужно отслеживать, ну, работать над тем, чтобы доступ к записи был, там, например, на 30 дней какой-то. Потом, там, есть какой-то пациент, которому еще нет, там, 16 лет. Ему, на его доступ нужно дать кому-то, там, маме или там еще кому-то. Вот. И там, как бы, очень сложные такие были эти все права, которые раздавались, и они усложнили, как бы, обработку данных. То есть, очень сложно было некоторые вещи просчитать сразу, и нужно было это делать в рантайме. Соответственно, как бы, время уходило на это. Вот. Аудит, опять же, тут, как я уже говорил, Fire очень сильно помог. И мы опять использовали его стандартный формат и для записи этих всех логов. Также там были еще, как стандартно, это полиси к доступам, доступы для различных, там, администраторов и так далее, кто где и что может смотреть. Ну, и понятно, что самое основное, это, как бы, в системе это обработка данных. Значит, основная вещь, это отвечать на какие-то, сохранять данные, отвечать на какие-то запросы, поиски. С записью мы, как бы, старались оптимизировать это дело так, что у нас был такой пайплайн, как сообщение приходит в центральную систему. Мы там делали основные вещи, то есть аутентификацию, авторизацию, и потом старались сразу быстро его сохранить куда-то в очередь и отдать какую-то ID-шку, и все, как бы, пользователь доволен, все, как бы, хорошо. Вот, и таким образом мы, как бы, разгружали, как бы, вот этот, вот, и увеличивали трупуут системы, а дальше, как бы, уже в очередь вступали агенты, которые занимались тем, что брали нужные данные и отвечали за их сохранение, как бы, в нужном формате, там, какие-то индексы строили. Потом были агенты, которые собирали чисто отдельно статистику, ну, там, пересылали в другие системы, и также, как бы, третьи стороны, которые разработку делали наши партнеры, там, они, соответственно, тоже писали какие-то агенты для того, чтобы именно распарсить те сообщения, которые они умели принимать, которые они понимали. Для того, чтобы улучшить чтение системы, строились различные индексы. На самом деле здесь, я бы сказал, что основная такая была проблема дизайна, наверное, что они были достаточно кастомные. В какой-то степени нам, опять же, помог FireStandard, потому что каждый ресурс, это как шардинг такой, когда у тебя, как бы, есть разные типы сообщений, если ты конкретно обращаешься, то достаточно, более просто можно сделать всякие поиски. Соответственно, там был задуман кэш какой-то для различных данных. Для того, чтобы новые поиски какие-то реализовывать, более сложные какие-то, то нужно было все-таки более кастомную какую-то оптимизацию делать, что не очень было хорошо. Но что мы изначально задумали, это модули, на которых мы уже там собаку съели в ИХЛе, как многие видели. Но здесь мы как бы пошли другим путем. Модули-то хорошо, они вообще помогают систему продумать, подумать над композицией системы, над архитектурой, какие интерфейсы кому отдать и что. И в этом смысле все очень просто. Есть OSGI. В Java 9 мы, может, еще так никогда модули не дождемся. Но был тогда OSGI, на котором был какой-то опыт. И, соответственно, так скажем, комбинация OSGI плюс Fire помогла эту модульную систему как бы построить. В том плане, что OSGI сама по себе как бы тебя заставляет эти модули писать. А во-вторых, она еще и позволяет тебе параллельно деплоить модули разных версий. То есть, если у тебя там, грубо говоря, что-то меняется в каком-то документе, понятно, что не все больницы смогут посылать новый документ сразу. То есть, ты можешь сделать изменения в какой-то стандарте, ты можешь сделать новую версию, параллельно задеплоить. И предыдущая версия будет принимать старый документ, новая версия – новый документ. Там понятно, что еще проблема как бы с тем, как ты будешь backward compatibility и скольких версий поддерживать, там в базе и так далее. Но это уже как бы такое конкретное. Но by design, да, OSGI уже как бы вот такие вещи очень сильно помогает делать. А также как бы сам по себе, он как бы by design, тот модуль, который ты делаешь, ты должен определить у него интерфейс, по которому будет общаться с ним другие модули, какие-то агенты, еще кто-то. Соответственно, когда ты делаешь этот интерфейс, ты реально как бы продумываешь систему, реально как бы круто ее делаешь, этот API, по которому другие будут общаться с этим. Соответственно, вот эта вот, так скажем, инкапсуляция, что ты наружно декларативно говоришь, какие вещи у тебя там будут, а имплементация где-то спрятана у тебя. Вот, а Fire в этом смысле, он по дизайну помогает API уже версионировать. Соответственно, то есть версия там уже есть как бы в дизайне самого RESTful протокола этого. Вот, и что мы на OSGI сделали, по сути, мы написали базовые модули, которые проверяли там права, сохраняли ресурсы, делали еще какую-то другую функциональность, там авторизейшн, какой-то роли проверяли, еще что-то. Вот, и, соответственно, были какие-то специфические модули уже под конкретную задачу. То есть есть модуль там пациента, который принимает сообщения пациента или отвечает на запросы для пациента. Есть там какие-то справки, есть рецепты, которые не мы делали на самом деле. Работа с такими модулями, она крута, в том плане, что ты продумал все, но есть как бы но, с модулями тоже нужно как бы уметь работать в том плане, что если ты базовый модуль какой-то хочешь поменять, то готовься к тому, что ты должен поменять вот это все дерево, которое у тебя на нем построено. То есть это тоже очень достаточно сложная задача такая. Работать с людьми еще та задача. Мы понимали, что у нас еще два партнера, которые хотят на этой же системе все писать. Мы понимали, что вообще с ними общаться нужно, мы понимали, что это наше время будет опять туда уходить. Кроме того, что мы еще регистр обучали, регистра центов, что как вообще система строится, мы еще как бы должны с партнерами что-то общаться, рассказывать им, куда, где, что и как и почему. За полтора года это все реализовать. Здесь нас спасает опять же ОСЖА и ФАЕР. Партнерами нашими были две компании, которые делали дигитальный рецепт, то есть это был отдельный тендер, и банк медицинских изображений, то есть различные рентгены и так далее, то есть вот эти вещи. Что мы им предоставили? Мы им как бы предоставили как раз-таки вот эту ОСЖА-платформу с базовыми какими-то написанными функционалом. И дали ему вот эти интерфейсы для коммуникации. У нас они были даже так на уровне API только определены. У нас в некоторых вещах даже не было имплементации нормальной. То есть там security изначально просто был API такой просто. Вот ребята вам API, вот дерните, вот вы получите что-то. Но пока он возвращает true, а потом будет имплементация. На самом деле смешно кажется, но в тот момент, когда он понимает, что мы как бы должны это все быстро делать, у нас другого способа не было это сделать. Потом у нас как бы был стандарт для коммуникации, и все было в вебе описано. То есть вот этот весь стандарт, там открываешь страничку, и у тебя все ресурсы описаны. Как пациента посылать, как его запросить пациента, по каким параметрам, как организацию какую-то послать, еще что-то. Это все было в стандарте описано. И нам в этом плане надо было меньше вот этой вот коммуникации делать. Хотя в конечном итоге у нас были какие-то собрания, где мы объясняли более-менее, где что, когда использовать. Но в конечном итоге, да, я бы сказал, что и это нам удалось за счет вот этих технологий, которые мы выбрали. В конечном итоге, скажем так, что мы вляпались, мы как бы написали крутую платформу, вот эти все базовые модули, а ребята сели и просто два модуля написали, имиджбанк и рецепты, и вот как бы они партили просто сообщение. Но это так смешно, конечно, выглядит. На самом деле у них тоже работы хватало. Но, да, я бы сказал, что мы там вообще, короче, попали в этом смысле. Что главное в API? Красота, понятность, да, что нужно. Я уже как говорил, как бы FIRE нам в этом смысле помогает. Вот, например, как бы спросить какого-то, историю конкретного пациента. Тут вы видите сразу V1, как бы версионирование поддерживается, поддержка форматов задается. Также, кроме того, еще и стандартизация кодов, то есть то, что возвращается, то есть создал какой-то ресурс на сервере, получи 201, получил ошибку, получи 400 или там 403. То есть это все прописано и написано, что это конкретно означает, то есть в данном контексте. Вот, вся история сообщений, возможно, достать. То есть можно достать либо все вообще записи этого пациента, можно посмотреть конкретную версию пациента, ты можешь сослаться на конкретную версию пациента всегда в каком-то сообщении. За счет FIRE мы тут сэкономили очень много времени. Портал. Конечно, лицо всей системы, как бы, да? Тут понятно, что должно быть красиво, удобно, вообще круто. И что же это тогда? Ну, понятно, что не LifeRay, да? LifeRay – это зло. Это такая жесть, которую использовать точно не надо. Вот для новостей и саппорт материалов мы сказали, давайте, пользуйтесь. Портал мы написали на ангуляре с респонсив дизайнов. Здесь, может, не очень хорошо видно. Здесь, как бы, выбран какой-то пациент, и видно о нем, как бы, история какая-то болезни, там, где он ходил, посещал клинику. Видно какие-то диагнозы, там, аллергии или еще что-то, которые у него были. И здесь мы, опять же, за счет Fire очень сильно выиграли, потому что мы начали портал писать до того, как центральная система была готова. Потому что у нас были JSON-примеры уже в стандарте. Ребята просто замокали их и писали портал. А потом мы им выдали реальные данные. И это было круто, на самом деле. То есть они писали уже до того, как мы сделали центральную систему. Вот здесь вот есть пример истории болезни. Тут там амбулаторные и стационарные посещения отображены. Там видно, сколько там документиков врач написал на этого человека. Вот такая вот справочка, например, это пример документа. И это, например, справка о том, что ты можешь водить машину, по-моему. Кстати, дизайном занимался человек, который здесь тоже выступал недавно, Игорь Губайдулин. Итого, я вообще с такой бюрократией, как там была, вообще никогда в жизни не сталкивался. Литва – это, короче, блин, вообще такой мир в мире. То есть там просто тысячи страниц документации у нас. Слава богу, аналитики и ледовские какие-то писали что-то там. Просто отчеты какие-то, просто бесконечное количество. Но чего нам удалось добиться и чем, можно сказать, что гордимся, это то, что мы параллельно смогли запустить разработку с третьими фирмами, порталы писать и еще и запустить эту всю центральную систему первой в мире на новом стандарте. То есть до этого ее никто в мире, в центральной системе, соответственно, не пользовал. Быстренько пробегусь по цифрам. Тут, говорят, время уже как бы на исходе. Недавно собрал у литовского коллеги какую-то статистику. 35 миллионов сообщений в месяц сейчас посылается. 6,3 миллиона визитов за последний год. 2,1 миллиона документов сделано за последний год. 750 тысяч рецептов выписано. 650 тысяч рецептов выкуплено. 45,5 тысяч медицинских сотрудников. Тут всякие доктора, медсестры и так далее, которые в системе. Где-то там 5 с чем-то тысяч организаций в системе и через интергационную платформу 385 подключены. То есть там как бы больницы, какие-то аптеки, еще что-то. И такой может быть, не знаю, печальный или какой-то слайд. Игорь мне тут сказал, что Нортал вложил в эту систему 1 миллион сверху. То есть Нортал инвестировал еще сверху, потому что на самом деле видели будущее в том, что такую же систему еще на других рынках где-то используют. Какие выводы здесь? Я, короче, после этого всего ушел с работы. На самом деле это шутка, там уже просто как бы время пришло, время пришло менять работу. Очень сильно помог стандарт. И могу так сказать, что как бы можно в принципе строить систему по тем рамкам, которые тебе даны. Но может быть стоит немножко подергаться и сделать первой в мире что-нибудь. То есть взять, например, стандарт первый. И вот мы с Игорем как бы постарались и это сделали в Литве. Сделал бы я что-то по-другому? Определенно да. Потому что я себя таким сильным консерватором не считаю. И явно с базой данных там можно было. Я думаю, что там можно было с месседжингом еще улучшить вещи, как бы и меньше как бы в базе данных каких-то вещей держать. Но в тот момент просто, как вы понимаете, ресурсов на это время совершенно не было. Но в конечном итоге эта система работает. Как бы есть там, насколько я знаю, сейчас какие-то issues, перформанс. Но в основном из-за того, что люди просто не стараются мониторить. И не стараются следить за тем, что нужно делать и вовремя сделать. Вот. Поэтому одно из слов, которое я выучил в Литве. Спасибо. Вот. Если есть какие-то вопросы, могу быстренько попробовать ответить. Вот вопрос. Насколько изначально на первом этапе были проработаны функциональные требования? И насколько вы агильными были впоследствии? Функциональные требования там были достаточно хорошо проработаны. Но на самом деле еще одной из больших проблем было то, что мы, допустим, Литовского не очень хорошо знаем. Нам все всякие требования, да, вот пару слов знаю, Лаба Дэна и Ачу. А все требования нам доходили как бы через такой, как бы, lost in translation. И всякие достаточно функциональные там требования и так далее. То есть, как бы, было много чего проработано, но на самом деле у нас с Игорем уже был такой настолько хороший багаж понимания, как бы, какие вещи и как вообще в мире строят. То есть, мы там старались даже некоторые вещи, ну и мы их на самом деле изменили в процессах. То есть, мы старались как бы и это поменять. Потому что понимали, что вот мы, ребята, вам это сделаем, но вы это пользоваться так никогда не будете. Мы, допустим, в Эстонии так где-то запороли что-то. Ну, то есть, мы понимали это. И у нас было очень много таких собраний, где мы так вот говорили. Может быть, поэтому нас забанили в конечном итоге. Вот. Но я не считаю, что это был проигрыш, то, что нас забанили. Но мы получили очень неплохой опыт и на самом деле очень много поменяли. Если бы мы пошли на старые технологии, на тех вещах, которые они хотели, почти не круто, короче. Ну, не знаю, то есть, мы бы что-то сделали. Во-первых, мы бы, скорее всего, не успели это сделать, я думаю. А во-вторых, во-вторых, просто, да, на старее что-то там делать не очень прикольно. И бэкапу, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok